Всем привет, с вами Надежда Чёрная и сегодня у нас сага о драконе Рагнарёк и это седьмая серия первого сезона. Я напоминаю про то, что у меня есть телеграм, кому интересно заглядывайте, также не забывайте подписаться на ютуб канал, поставить лайк, написать что-то в комментариях, но мы не будем тянуть, поехали! Серия седьмая, сага о мольбе. Цвеей придется выстоять перед суровыми условиями и открыть несколько тайн. Монахэм, мир ванов, просвистоящих асмбогов. Ветер шелестел в вышине изящных деревьев, скользил в зеленой, сочной траве, заглушая посторонние звуки. Знаю, мне тоже страшно. Какая она шикарная. Женщина ласково прикоснулась к огромной морде дракона. Тот сидел, послушно склонив голову. И мир. О, молчало, и всё же могущественный голос отчётливо звучал в ушах вёльбы. Хочет знать, когда увидит меня вновь. Та прикусила губу, да более понимая, они больше не встретятся. Солгать ему и пообещать то, чего не смогу выполнить? Или сказать горькую правду? Сказать правду? Ну, раз выбор за аметиста, думаю, он более такой горький, но правдивый. Стоит его взять. Сказать правду? Мы больше не встретимся, мир. Каждое слово резало осколками горло. Но она упорно продолжала. Мы расстанемся. Сейчас. Ты знаешь, что мы должны это сделать. У тебя впереди долгая жизнь, а я... Дракон взревел, мотнул головой, не желая верить. Да, нам опасно встречаться, мир. Ты нужен им. Ассы сделают тебе больно, будут использовать. Я не позволю им причинить вам обоим зло. Сердце дракона рвалось на уродливые кровавые ошметки. И мир... Зло отпрянул от вельбы. Маленький, мне жаль. Хейт едва сдерживалась, чтобы не кинуться к нему и не обнять исполинскую морду, как делала всякий раз. Она с трудом сглотнула горечь. Хейт разбила сердце своему дракону, но не солгала. Бельбу словно ударили под дых. Она прижала ладонь к животу. Скомкала ткань платья. И мир... Это и мое дитя тоже. От него зависит так много. Прошу, прими. Дракон издал болезненное урчание. Закрыл глаза и приник хозяйке. От кого дитя, я не понимаю. Ты будешь служить другой. Способный управлять хтоническими существами и сжечь все миры Играсиля. Он не мог оторваться от ее руки. Защити ее даже ценой своей жизни. Это мой последний приказ и мир. Дракон издал болезненный стон. Ткнулся в теплую ладонь. Женщина оттолкнула его. Уходи. Ты больше не принадлежишь мне. И, не сдерживая слез, закричал заклинание. Зрачки и мир расширились. Вольва заметнула ладонь, прогоняя его прочь. Дракон отступил, смахнул крыльями и поднялся в воздух. Безмолвный крик, полный боли, сдавил грудь. Но было важнее иное. Защитить драконий остров и берсерков. Как она и поклялась. Хейт знала, что за ней идут. И потому торопилась. Разложила минералы. Отвязала от пояса мешочек, сушеных трав. И зачерпнула горсть. За спиной раздался злой голос. Богиня? Остановись, мерзавка. Во имя Одина. Вольва не позволила страху завладеть разумом. Вы задержались, о великие. Я уже начала переживать, что не придете. Хейт не успела даже встать. Ее скрутили. Больно вывернув руки. И бросили на колени перед богиней. Где он? Я спрашиваю тебя, негодейка. Где сурд? Фрик отвесила ей звонкую пощечину. Разбив губу. Огрызнуться. Ответить спокойно. Ответим спокойно. Там, где вы его никогда не найдете, о великая. Посмотри на себя. Даже стоя на коленях, продолжаешь скалить зубы. Фрик вновь ударил ее по лицу. Хейт лишь рассмеялась. Стоило убить Шельму вместе с сурдом, когда у тебя был шанс. Тяжелый поступик не приблизился всеотец. Ходин, офигеть. Хейт облизнула губу, собирая языком капли крови и бесстрашно скинул голову. Я не дам им найти мир. Где прячется сурд? Ты тут заключенный, что ли? Позволишь ей насмехаться над нами? Ходин тяжело опустился напротив. Где сурд и его войско? Окруженная, одинокая, сидящая в грязи с вывернутыми руками, но не сломленная. Заклинай меня, требуй, проси на коленях. Но пока ты не вымолишь прощения за смерть моего отца, пытай хоть тысячелетиями, ничего не услышишь. И ты спешишь отправиться за ним, одурманенные сладкими и лживыми речами сурды? Ходин положил ладонь на ее ледяную щеку. Женщина дернулась, как от удара. Не прикасывайся. Тебе лгали всю жизнь, дитя. Локи собирается свергнуть асов, а сурд ослеплен верой превосходства йотунов. Твой дракон опасен. В злых же руках он станет и вовсе смертоносен. Хейт подняла голову и плюнула кровавой слюной в сиотцу в лицо. Так пусть же вы все сдохнете в огне и мир. Ас прикрыл глаз, спокойно вытер плевок и поднялся. Это твой выбор. Гунгнир сверкнул в его руках. А в его руках и ужасающая боль пронзила тело Хейт. Гунгнир копье Одина – символ его воинственной мощи. Истошный крик, полный ужаса и боли, иногда долбогов. Неспешно удалявшихся с поля. Жизнь. Хейт не знала, сколько прошло времени. Лишь чувствовала, как жизнь медленно вытекает из тела на теплую родную землю. Она, пораженная Гунгниром, лежала на животе, прижимаясь щекой к священному камню. Я не хочу умирать. Темнота или спокойствие манили уснуть. Как вдруг раздались тихие шаги. Краем уха она уловила шуршание одежд. Рядом кто-то присел. Горячая рука коснулась спины. Еще жива. Он погладил ее по слипшимся от крови волоса. Провел ладонью вниз. На миг задержался у живота, в котором уже теплилась жизнь. Раздался чей-то голос. Родной и чужой. Хейт не смогла разобрать. Не сделай ей больно. Я ведь обещал тебе. Луки. Вельва провалилась в глубокий сон. Ран распахнула глаза и втянула ледяной воздух сквозь зубы. Сердце грохотало в висках, словно над головой били огромный бубном. Она испуганно зажала уши, но стук лишь ускорялся. От шума собственной крови, бежавшая по жилам, затошнила. Заткнись. Прошла секунда, а может быть и вечность, прежде чем удалось снова распахнуть глаза. Где я? Пар сорвался с посиневших губ. Ран едва прохрипела два коротких слова, но они прозвучали яростным криком. Режущая боль пронизила виски. Она лежала, скованная холодом, припорошенная пургой. Ноги были мокрыми от снега, руки же закоченели. Девушка резко смахнула снег с тела, рука двинулась, дергана, с нажимом, словно не принадлежала ей или не подчинялась разуму. Ран завороженно уставилась на ладонь. Кто я? Через плотную завесу невозможно было ничего рассмотреть. Колючие снежинки резали кожу, забивались глаза. Откуда-то из леса раздалось рычание. Она мигом скачала на ноги, невзирая на увечье, но вновь упала на колени, содрав кожу. Боли не было. Была сила, неистовая, страшная. Шрам переливался бледно-голубым сиянием под коню рубахи. Девушка скинула голову, и бледный свет луны полоснул глаза ножом. Выступили слезы, пришлось зажмуриться и прикрыть лицо рукой. Пытаясь встать, Ран схватилась за надежную с виду ветку и вырвала ее с хрустом, даже не приложив усилий. Не устояв, она в который раз упала в снег. Где-то в вышине каркнул ворона, и этот далекий звук словно прошел через все тело, вывернув внутренности наизнанку. Ран будто стала оголенным нервом, что ловил каждый шорох ветви. Каждый отблеск луны, выглядывающий из-за деревьев и каждое дуновение ветра. Она словно стала ничем, растворившись в жалобных завываниях пурги. И стала всем, открыв душу Настеж и впуская доселе злой мир внутрь. Оказалось, он не пытался причинить ей вреда. Девушка ощутила, как из глаз течет кровь. Она испуганно дотронулась до щеки, но та была сухой. Что-то коснулось волос, плеч. Рана резко обернулась, неловко смахнув кулаком. «Кто здесь?» От крика заложила уши. Она не понимала, что кричала сама. Короткие обрывки чьих-то воспоминаний принеслись в голове. Горечь во рту, лисий взгляд, дракон, высота, падение. Крик. Кто я? Девушка потеряла сознание. Когда рана вновь очнулась, во рту стоял кислый привкус. Виски сжимала боль, но мир вернулся на круги своя. Что-что произошло? Она с трудом поднялась. Путь миролюбца. Плотно сомкнула губы, сдерживая крик, и сделала аккуратный шаг назад. Оглушительно громко хрустнула позади ветка. Пришлось замереть, прислушаться. Ель в укрытие. Вновь раздался скрип. Стон со стороны густого леса. Сенью мрачных елей, надвисающего на головы. Рана отступилась и замерла. Щелкнула вывихнутое колено. Она не сдержалась, с крикой тут же сжала рот. В голове яркими картинками мелькали воспоминания Неки. Драугре. И Хелли знает, кто может скрываться в этом мраке. Девушка прищурилась, разглядывая во тьме знакомые очертания, словно когда-то уже бывала здесь. Посреди пурги сверкало озеро. То самое, около которого напал Драург. И где привиделось, кто же? Рана мотнула головой. Я далеко от дома. Вокруг метеля, у меня нет даже еды. Паника и ужас подстегивали бежать без оглядки. Ну куда? Девушка сжала кулаки, замедлила дыхание. Тише, прекрати, истерика не поможешь. Она вспомнила, как однажды потерялась в лесу. Тогда казалось, это была последняя ночь ее жизни. Но Дьяр научил ловить звуки леса, чтобы вовремя услышать зверей, стрелять из рогатки и ставить силки, чтобы раздобыть какую-никакую еду. Маленькая Рана смогла собрать кореньев ясных ягод, развести костер и отогреться, а на утро ее нашли. Вот только тогда была весна, тепло, а я знала, что Дьяр за мной придет. А сейчас, с трудом подавив дрожь, она огляделась, мила тут пурга. Но это же не значит, что нужно сразу сдаваться. Что сделать? Развести огонь, раздобыть пищу? Давайте пищу, потом огонь. Мне понадобится силы, чтобы пережить бурю. Сначала приди в себя. С трудом различать чертания деревьев, Ран добрела до ближайшего. Оторвала небольшой кусочек, обледенела древесиной и принялась его жевать. На вкус было вязко и пресно, но желание жить пересилило отвращение. Остатки коры можно разжечь. Она нашла в снегу два камня, разложив кору, принялась выбивать искру. Безуспешно. Ну уже, дрянь, я тут не сдохну, не надейтесь. Руки ныли, однако воля к жизни кричала громче боли. Деньги вдруг стали такой ничтожной мелочью перед лицом истинной ценности жизни. Давай, давай! Кальцы едва сгибались от мороза, дыхание смерти холодило затылок. Все могло закончиться здесь. Где-то вдалеке завали волки. Тут меня могут не найти, и я умру. Перед глазами встало залитое слезами лицо Агне. Он бы смерти любимой сестры не вынес. Нет, 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 не сдамся. Первая искра улетела из-под деревяшек, затем вторая, третья, и, наконец, разгорелся тусклый огонек. От радости тянул заплакать. Получилось, получилось! Хель бы воздрала вовсю прыть. Ран собрала, зарапая пальцы вокруг костра крупные камни. От ветра огонь медленно разгорался, облизывая хорост. Хель, спасибо, спасибо, получается! Сев рядом, она дрожа выставила ладони. Бледную кожу кольнуло тепло. А где же Йорис? Следов нигде нет? Улетела или снегом накрыла? И почему она привела нас именно сюда, в место, где мне привиделась та женщина? Мучила еще более страшный вопрос. Начали ли меня искать? Девушка сидела около костра и разглядывала пламя, готовая вот-вот затухнуть. Одна, снова совсем одна, вокруг лишь безжизненный опасный лес. Вдруг вспомнились слова. Бросят, тебя все просят. Нет, я не одна, меня не бросят. Рана откралась лицом в колени. В голове все крутился странный сон о драконе. И Хейт, точно Хейт, она тоже умирала одна. Женщина из моего видения и та, что приснилась, пока я была без сознания. Хейт, это она, без сомнений. Амулет один и тот же. Мой или же наш? К чему тот сон? Намек, что закончу так же и умру в одиночестве? Но тут же потянули сомнения, а сон ли она видела, или же все было наяву. Прошлое Хейт и те, кто желал ее убить. Асы. По словам Одманда, она знала, что я приду. Да и видение зачастили. Не потому ли, что я все ближе к драконьему острову? Ран сама не заметила, как пальцы нервно теребили амулет? Было так больно и грустно думать о семье, о брате. В порядке ли вы? Мои родные живы ли? И вдруг перед глазами спал образ. Вот и приходит время определяться. Да, да. Ну, давайте выберем первого. Между первым и вторым ладно. Ульвара. Девушка с горечью вспомнила боевого товарища. А вдруг я больше никогда не услышу, как этот шаг из вид? А ты, Ивар, ругаешь ли меня? Волнуешься? Сердце шептало, волнуется, а разум твердил, подумай о другом. Ничего не помню после той на стойке. Где Йорис? Ран не знала, но знала иной. Я не умру здесь, в снегу и одиночестве, когда дала столько обещаний. Как же поступить? Отправиться на поиски Йорис или остаться и ждать подмогу? Давайте поищем. Боле платного где она может быть? Вряд ли улетела. Пургамила. Ран побрела козел к озеру месту, где ее настигло видение, где напал драург. А отчего-то казалось, что Йорис ждала именно та. Йорис лежала без чувств. Снег припорошил огромное тело, но ран не сомневалась от она. И вдруг весь гнев на дракониху пропал. Исчез бесследно, волнение вырвалось из сердца при виде бесчувственного монстра, который едва не погубил ее. Она должна была бояться, ненавидеть, хотя бы злиться. Но могла ли? Была ли Йорис виновна в том, что произошло? Йорис ран упала перед ней на колени, откопала морду из-под снега и прикоснулась к холодной чешуе. Йорис, девочка, очнись! Она потрясла дракониху, похлопала по морде, но Таня не реагировала. Неужели умерла? Нет, 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 а как же Одман? Ран быстро скинуло снег с чешуи, с трудом приподняла левую лапу Йорис, припала крепкому телу и в страхе прислушалась. Тук-тук-тук, билась, едва слышно ревущей метели, сердце билось. Как же ты меня испугала, Йорис, слышишь, глупая? Девушка почти по-матерински прикоснулась к драконихе, а после и вовсе прижалась. Единственное живое знакомое существо на многие мили вокруг. Вы начинаете проникаться к драконам симпатии. Где-то вдалеке раздались крики. Девушка вскочила, сжимая кулаки. Она, кусая до крови губы, внимала вою ветра. Оказалось, прииделось. Великая Хель, умоляю, пусть это было в заправду. Дьяр, Дьяр, где ты? Волна облегчения едва не сбила с ног. Хотелось разрыдаться от радости. Йорис, маленькая, потерпи еще немного, спасение рядом. Ран даже не осознала, что боялась за жизнь драконихе больше, чем за свою. Как мать, стремящаяся защитить свое дитя. Или совсем как Хейт, спавший мир. Девушка подобралась с земли и рванула обратно в лес. Где-то на подкорке осознавая, страшилась, что голос флока окажется лишь муроком, который вскоре рассеется. Флок? Флок, я здесь! Она бежала к нему, спотыкаясь о коряге и камне, а он спешил к ней. Дияр. Тогда казалось, будто не существовало ничего роднее его голоса, и эта бесконечная страшная ночь, полная рева, метели, ужас одиночества была пыткой. Флок хотел верить, что ему не все равно, лишь потому, что Дияр стал невольным товарищем. Но нечто темное и давно забыто грызло душу червем. Он боялся за жизнь Дияра. И теперь при звуке его голоса надежда вновь затрепала внутри. Они выбежали друг другу навстречу. Флок. Силы, на которых ран держалась после пробуждения, вдруг оставили ее. Колени подогнулись. Рвануть его объятия. Ну, давайте. Воин поймал ее чувство, как груди разливается тепло. Дияр жив. И сам удивился, почему же он так счастлив. Почему радость при виде налитого румянцем лица щекотала грудь. Одежда девушки была мокрой от растаявшего снега, а она сама ледяной. Как ты продержался? Хельба меня задрала. Как же я счастлива тебя видеть? Она выпалила это, не осознав смысл слов. Просто была безмерно благодарна духам-хранителям, что сберегли ее и послали флока на помощь. А я от тебя? он отткнулся лицом в пропавшие морозом волосы и рана задрожала от облегчения. Вдруг все, что случилось между ними прежде, потеряло значение. Притирки, ссоры из-за карты, недомолвки. Ран была счастлива, а он был рядом. Тело неожиданно мякло, сделалось невесомым, словно тряпичная куклу. Ты весь горишь. Флок вскользь прижался губами к пылающему лбу. Как ты эту ночь ты пережил? Усталость, боль и страх лопнули в груди пузыря. Это не важно, сознание ускользало. В его надежных объятиях она почувствовала себя слабой. Флок нахмурился, закинул ее руку на свои плечи. Скорее нужно отвезти тебя к фарингу. Юрис, нужна помощь. Ран качнулась я мякла. Диар. Все, поплыли парни. Ладно. Вечер следующего дня. Ран услышала тихие голоса. Мутило. Она с трудом приоткрыла глаза. Опасно, но я тоже соскучилась. Голова раскалывается. На мгновение девушка провалилась без памятства, а после снова вынурнула. Язык был сухим, огрубевшим, словно точильный камень. Ужасно жарко. Ран уже хотела встать, но моя гагарочка Сигвальд замерла. Двое говорили о чем-то важном, иначе стали бы шептаться, пока она спит. Девушка не подала виду, что проснулась. Давайте послушаем. Она притихла под теплой шкурой, прислушалась. Может быть, мои дни здесь сочтены. Пора уйти на покой. Как вы можете о таком думать? Порин оказал мне честь остаться здесь, невзирая на... Зашуршала ткань, а Дамина коснулась своего живота. На все трудности. Он ведь нуждается в вас. Вы один из самых лучших берсерков. Был когда-то. Теперь же просто старик. Непутевый воин, предавший друга берсерк. предавший друга? О Форинге речь? Плохой человек. Не говорите так. А Дамина в порыве чувств взяла воина за руку. А Дамина, я устала от службы. Надеюсь, отец из меня выйдет лучший, чем воин. Друг? Сами знаете, я всегда оставалась на вашей стороне, но вы не можете их бросить, мой ястреб. Не сейчас. Послышался тихий звук поцелуя. Но тогда мы просто могли бы. И тут Ран впервые услышала в голосе Адамины это. Нет, не могли бы. Вы останетесь служить. Сталь? Вот что зазвенело в голосе хрупкой беременной женщины, которая не просила, не умоляла, а приказывала. Адамина. Ничего не хочу слышать. видит, фрик, я много отдала, чтобы стоять здесь перед вами. А вы хотите трусливо сбежать, страшась гнева Фаринга? Будете смелы и во всем признаетесь, пока не стало поздно. Что же такого Сигваль натворил, раз готов бежать? А ребенок его? По телу пробежал неприятный холодок? Желала ли того сама Адамина, а может решилась ради кров? Или так любила Сигвальда, что согласилась на подобное безумие? Ран не понимала, что ведет с женщинами, которые на долгие месяцы по собственной воле отдают тело на растерзание и рискуют умереть в мучительных родах? Нет, я на такое никогда не решусь, не в этом мире. Приступ кашля вдруг скрутил девушку. Яр очнулся. Раздались торопливые шаги, теплая рука легла на лоб. Бедный, до чего же настрадался? Я так распереживалась. Губ коснулась чашка с резко пахнущим отваром. Она умирала от жажды, выпила все до последней капли. Поможет лечебный, не бойся. прохладная тряпка впитала жар кожи, ран судорожно выдохнул. Хорошо как. И тоже опомнившись, потянусь к груди, не раздел ли кто? Тряпки оказались на месте, а сама она была вымыта и переодета в чистые вещи. Девушка зашлась кашлем. А Дамина, кто меня помыл это ты Ивара. Давайте Ивару. Да, я на такое уже не способна. Травница погладила большой живот. Ивара бы не позволил никому видеть. Он не только переодел ее, но и помыл. Под тяжестью шкуры ран чувствовала себя особенно свежей, отдохнувшей, чистой. Неужели купал меня в бане? Хель великая, лучше бы мне Драур откусил башку. Однако приятное волнующее тепло согрело и успокоило дрожь. спасибо. Вы хорошо знаете своего молчаливого стражника. Щеки горели. Над ней вырос Сигвальд. Ах, Люпик оказался вовсе не Люпиком. Ну, мужик, выжил метель. Достойный воин. Спасибо, наставник. Какая-то болезнь воина не сломит. Сигвальд вами гордится. Сигвальд, ему выздороветь надо. Ну, что же вы стращаете Дьяра этими воспоминаниями? Будто, подтверждая замечание травницы, ран закашлялась, а Дамина поспешила подать целебный отвар, которому та жадно припала. Он будущий берсерк, а не Фрэкин в беде. Пусть благодарит Моди, что тот вообще ему жизнь сохранил. А Дамина выпроведила наставника за двери, ну, разговор короткий, короче, у Дамина с ним, а затем принялась собирать травы, сушеные грибы и настойки в корзин. Я сообщу, что точнулся Диар. Девушка лишь коротко кивнула. Вскоре появился Одманд, его лицо было хмурым, впрочем, как и всегда, когда с ней случалась беда. Ну вот, сейчас меня снова будут чехвостить, как тупого козла, съевшего всю капусту. А тебя одни проблемы, Диар, бла-бла-бла, нарушил доверие, бла-бла-бла. Не хотелось слышать, что из-за нее вновь все пошло наперекосяк. Я ведь не специально, Одманд, не стала бы нарочно доставлять тебе еще больших проблем. Самой достало быть Фрэкин беде. От кривого козла и то толку больше. Хоть зарезать на ужин можно, но я не перестану стараться. Это моя вина. Я должен был предусмотреть такой исход. Вы не могли знать, как Йорис поведет себя? Не мог, но знал, как метко влияет нахтонь. Одманд тяжело вздохнул, потянул стул поближе, деревянные ножки скрипнули по полу и сел рядом. Я хочу попросить у тебя прощения. Шок. Ран редко слышал извинения, настолько, что могла бы пересчитать их по пальцам. Диар и Агне, вот и все. И потому сама часто не знала ни как признавать вину, ни как принимать чужую. Не надо извиняться. Встать на путь берсерка мое решение. И не ваша вина, что он труднее, чем у других. А как там Йорис? Она девочка крепкая, оклемалась. Мужчина тяжело вздохнул, устала опустив голову, он забыл о сне с того самого момента, как Йорис унесла девушку. Сердце тревоги рвалось на части, окруженное дурными мыслями. Вдруг уже мертва, вдруг на них напали, вдруг накрыло лавиной. Форинг не мог потерять ту, ради которой поставил на кон все, ту, ради которой прошел столь долгий путь. И уж тем более не мог потерять не меньше пострадавшую Йорис. А потому отряды сразу кинулись на поиски. Наставник погладил ее лоб, вздохнул. От этого знакомого жеста стало спокойнее, будто отец снова был рядом. Слава Одину, что он тебя уберег. Он и флок. Наставник переживал вас. Ума не приложу, как сын Рига догадался, где тебя искать. Девушка вспомнила последнее, что видела перед потерей сознания. Лизо флока. Обеспокоенная, словно ему не было все равно, через какие трудности она прошла. И как он подхватил ее, едва не упавшую от усталости в снег, на руки. Приятная трепетная дрожь зародилась внутри. Флок снова, даже несмотря на внешнюю колкость, спас ее. В очередной раз оказался рядом, протянул руку. Это становилось дурной привычкой. Она влипает в неприятности, а он выручает. Как же флок нашел нас, Юрис? Ясно, оставалось одно. Его нужно поблагодарить. Когда я смогу вернуться к занятиям? Ты глаза открыла несколько минут назад, а уже рвешься на тренировки? Девушка твердо кивнула. Не хочу быть обузой и спустить шанс, который вы с Кьюнфлиной мне дали в грибную яму. Глаза Форинга потеплели, словно он был горд услышать это. Немного отдохни для начала, после продолжишь тренироваться. Если не сидится, можешь начать с малого. Приведи думы в порядок, успокой голову, ходи к хроническому камню, в лесу там тихо. Забудь пока о состоянии берсерка, ясно? Это опасно, особенно после случившегося. Тебе нужно оклематься. Огу. А остался последний рывок, но самый важный, заполучить собственного дракона. Так я прошла испытания, справилась. Оценивать тебя было сложно, но ты смогла оседлать Йорис до того, как все вышло из-под контроля, а потому с заданием справилась. И даже больше не умерла в такую пургу, сумела продержаться целую ночь в одиночку. Ты молодец. Девушка выдохнула, прикрыв глаза. Справилась, без помощи, сама. Осеклась. Но меня спас флог, и вы. А на что гожусь сама? Без вас, без вара или остальных? Зависимость от вас значит, что я слабачка. Нет, это значит лишь одно у тебя есть товарищи, и пока они рядом, ты непобедима. Берсерки единое целое. Хорошо, когда есть на кого положиться, но постоянно на них надеяться нельзя. Наступит ли ми, когда они смогут положиться на меня? Одман встал? Уже уходите? Я убедился, в порядке ли ты. Теперь могу идти? Форен, а как остальные ребята? Ну, ты всех, надо сказать, напугала. Флог и Ульвара себе места не сгодили. Флог и Ульвара? Вижу, вы стали хорошими друзьями. Коли эти двое так о тебе заботятся. Прийти хотели, но Дамина не позволила. Говорит, нужен он их. Аран не знала тревожное, ей было ли приятно от того, что товарищи переживали. Форинг, а вы знали хотя бы одного человека, с которым происходило что-то подобное, как со мной? Уодман молчал, разглядывая ее лицо. Затем честно ответил. Нет, ни одного. Однако теперь я должен подумать, как обучать тебя дальше. Вторая и третья ступень берсерка может погубить тебя. Чем глубже смотришь внутрь себя, тем темнее становится твоя душа. Я знаю, о чем говорю. Ран закашлялась. Поправляйся, силы тебе сейчас нужны. Спасибо, что пришли. Наверное, я и правду немного посплю. Когда мужчина ушел, она задрала рукав и посмотрела на метку. Сердце билось быстро-быстро. Кто же такая? Ух ты ж. Окружена глумым светом, метко тихо пульсировала и переливалась, словно заточенная под кожу море. Снова. Девушка провела по шраму пальцами. Душе родилась смесь восторга и ужаса. Последний раз она горела, когда Ран очнулась после смерти Дьяра. Мысли вернулись к видению, которое больше не казалось ей морком. Хейт кричала что-то про остров, как спасала огромного дракона и как убегала от асов. Один сурд и женщина фрик. Ужас сковал нутро, словно Ран увидела то, чего не должна была, словно подглядела чей-то страшный секрет. Асы бредятина, никто уже сотни лет не видел их. Говорили, когда-то боги ходили среди людей, с тех пор, минули века. Но, но если хейт реально, значит ли это, что и они тоже? Ран поплотнее укуталась шкуру. Насочиняла глупостей, может именно и заметки мне и чудятся эти грезы. Не зря же она горит всякий раз, стоит приблизиться к монстрам. Та ведьма на рынке, она знала про мыш-рам, а ведь он был спрятан под одеждой. Вдруг сможет рассказать, откуда взялся. или даже ответит кто такая хейт. Интересно. Несколько дней спустя, после тренировки, на которую Ран с трудом смогла прийти, новобранцева отпустили. Занятия сейчас текли вялыми и малыми группами. Ульвар, конечно, справлялся лучше остальных, но даже у него состояние берсерка отняло много сил. Несколько дней подряд он чувствовал слабость и головокружение, даже есть не мог. Ульф присоединился к товарищам только вчера, а до того момента постоянно впадал в беспоминство и лихорадил, лишь изредка приходя в себя. Что же было говорить об Альрике, которая до сих пор выхаживали травницы, и он его начнулся всего раз, чтобы попить. Остальное же время проводил беспокойном сне. Это состояние напоминало смертельный яд, который открывал невероятные силы, но взамен забирал слишком многое, вплоть до жизни. Ран поняла, мало оседлать дракона, чтобы быть берсерком, нужно учиться в совершенстве управлять сознанием и телом. Вот почему их так мало, попробуй выдержи столько испытаний и не сломайся. Берсерки тщательно тренировались к приезду Орма Грозного, его наследников и ярла Сегейра, одного из самых влиятельных ярлов местных земель. Канунг отбирал во служение лишь лучших бойцов, и потому его скоро визит вызвал переполох. Заниматься стало намного проще, тело привыкло к нагрузкам, окрепло, вот только в последние дни ран, чувствовала себя ужасно. Низа живота сломно резали ножами, голова гудела, грудь, крепко перевязанная тряпками болела, девушка то и дело водила плечами, поправляя тряпки. Неужели не могла Фрик облегчить женщинам и без того тяжелую ношу? Тряпки у Ивара просить было стыдно и каждый раз на протяжении четырех дней мыться у Фаринга тоже? Как назло девушка до сих пор хворала, хотя отвары Адамины здорово помогали. Ах, Хель, скорее бы это кончилось. А Флок интересно где? Хельхейм опять что ли провалился? Она все хотел поблагодарить его за спасение, но воина будто след простыл. И как только умудряется избегать меня в такой небольшой деревеньке? Ран спешно переоделась в пустом бараке, пока никто не успел заглянуть. Так, доспехи, кольчуга, пластинчатые доспехи. Я думаю такой средний вариант выбрать. так, прическа. О, давайте так. рано 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 скочила из барака и наткнулась на Ивар, спешащего на тренировку с драконами. они они не виделись со дня злополучного испытания. Он же меня голый видел, совсем без ничего. Девушка неловко прочистила горло, незаметно перебирая пальцами рукава. щеки укусил стыд и она радовалась возможности спихнуть красноту на мороз. Ивар, конечно, заметил, тихо усмехнулся. Его в светлых глазах плескалась радость. Поправилась отрадно. Да, почти целехонькая, свежая закуска для дракона. Только сопли до сих пор текут. Ивар вдруг крипло рассмеялся и тут девушка осознала, что слышит его смех впервые. Пусть дура из себя выставила, зато он смеется, рысь снежная. Я, кстати, так и не сказала спасибо. За что же? Ты ведь меня искупал, вещи чистые надел. Вон даже не изменился в лице, пожалуй, плечами, словно речь шла о пустяке. Ерунда. Не для меня. Никто такого не делал, ну, кроме родителей в детстве. Ивара мягко скользнул взглядом по ее лицу. Посвежело, не в постели пошли на пользу. Жуткие синяки сошли, щеки несколько округлились. Как приятно было видеть ее здоровой, живой. Фора за работу. стоит здесь стоять, разглядывая ее. Лишь время теряю. И тут мягкая снежинка упала на скулу девушки, растаяв, капелька потекла к подбородку. Ивар, мягко, теркавль. Это что это? Это намек на ветку? Ну, давайте. Берем улучшение от нашего хорошего наставника. Ран затаила дыхание, когда горячая рука коснулась подбородка. Затем щеки, стирая мокрую дорожку. Воин и сам удивился внезапному порыву. Зачем коснулся? Почему позволил мимолетному желанию возобладать над хладным разумом? Ивар поспешно донул руку, но ран мягко перехватило его запястье. Чуть сжало пальцы. Шок не ведал, что творю. Прости и без разрешения коснулся. Когда в бане купал разрешение тебе разве требовалось? Ран ляпнула, не подумав, хотела смутить, чтобы не показать, как смущена была сама. Так бережен, что во мне находит, раз так относится, чем заслужила. Но Ивар на крючок не купился. На лицо вновь вернулась маска ледяного спокойствия, а сердце оглушительно стучало в ушах. Возможно, вам удалось смутить воина, но лишь возможно. Я делал то, что должно. Берсерк отстранился. Спешишь? Работа. Афон где? Не подскажешь? Он махнул рукой в сторону косой лавки и поспешил идти. Ран побрела Кодман. Ладно, я балду на тренировках не гоняю. Должен отпустить на рынок. Постепенно жизнь начала налаживаться. Они получили жалования и девушка смогла отложить деньги. Так, она стала сильнее и выносливее. Да и про ситуацию с Матессом начали забывать. И почти все испытания были позади. Но теперь ее волновало иной. А если на второй и третьей ступени состояние берсерка и скрываются ответы на мои вопросы? Интересно, как мы с Хейт связаны и чем она так не угодила асом? И все же сначала нужно завоевать своего дракона? Попасть на остров? Вдруг там меня ждет нечто большее? Не могла же Хейт так просто являться ко мне? У дома Форинга Ран нашла не только Мандану и Ульвар Смана новобранец учил мальчика метать ножи? Держи кисть ровнее Ман попробуй метнуть. Хе! Эти двое успели подружиться нож просвистел воздухе ударился от дерева и отскочил Хельба драла драла тебя во все прыть Мане ой прости папа ай да мелкий налит ус ну и понабрался же монет во всякого не помешает мальчик радостно взвизгнула и кинулся к девушке крепко обняв ее Дьяр наконец-то ты выздоровел каждый день его Дамина спрашивал о тебе я так переживал думал раньше времени вальхалл уйдешь вот еще с кем ты тогда тренироваться будешь а ран потрепал его по волосам Мане переживал о вашем здоровье как хорошо что Дьяр пришел у Львара с ним можно посеревноваться ну с ним то можно силенки то равны язвела а в глазах все равно плескалась радость вот ведь задница ослины они посмотрели друг на друга с улыбками и тут же Жан шутливо нахмурилась а то есть я слабак да я вслух сказал Дьяр пожалуйста пожалуйста давай посоревнуемся а я слышал победившему сын Орма покупать медовые лепешки от одного упоминания лепешек род наполнился слюной первый признак выздоровления она была голодной словно стая волков ран лишь раз ела это лакомство достойно Асгарда еще при жизни брата и варенье черничное эй на это мы точно не договаривались нега разлилась груди вспомнились безопытные деньки проведенные с братьями ну что Дьяр посоревнуемся в общем-то не против ну давайте ура я бросаю первым мальчишка взял протянутый кульваром клинок прицелился и метнул за всех сил тут вновь отскочила от дерева и упал в снег у вот не расстраивайся сын плохой результат тоже результат малявка расстроится податься быть честной давайте честной ладно кей манэ маленький воин наверняка хочет победить честно мы тренировались так вот и посмотрим как урок так ульвара усвоила девушка достала из пояса клинок исполнила все чему научилась запястья на уровне четкость прицеливания сдохнув ран метнула клинок за лезвие и тот вошел аккуратно в дерево покачиваясь от силы броска есть все благодаря хорошему учителю или способному ученику ну вот ну малявка ты же сам захотел соревноваться девушка взъерошила мальчишке волосы что ж теперь я тебе должен сладкие лепешки а вареньем так и быть поделюсь ура вы победили вот улыбнулся прикоснувшись ладонью к теплощике сына каким бы ни был результат ты все равно молодец ран вспомнив о подарке улыбнулась маная у меня для тебя кое-что есть кое-что очень интересное обещаешь обещаю девушка сбегала в барак и забрала купленный меч вернувшись протянула его мальчику она издала короткий радостный писк и кинулся минуя подарок обнимать я раздался тихий слип эй малявка ты чего я всегда хотел чтобы у меня был такой брат как ты улыбка туже пропала с лица и это было так знакомо улыбка дрогнула ран прикрыла глаза и прижала мальчик к себе чувствуя как жжет сердце ему очень нужен был кто-то рядом как же там мой агн манэ хочет чтобы вы стали его брат невольно вспомнил приятные деньки когда-то фрида тоже дарил ему такие подарки и как он был счастлив тем на вене ульвар давай теперь на мечах сразимся но только учти поддаваться не буду а мне не надо одман незаметно подошел и стал рядом ты очень много значишь для него он считает тебя своей семьей ран согласно кивнула за последнее время они прям сблизились с манэ а одман стал для нее не просто наставником но и опор он мне тоже дорог форинг я вообще по делу на рынок отпустите форинг поглядел ее сомнением отпустила уже по делу правда хорошо но ульвар пойдет с тобой у меня были другие планы таскаться за иваром это может и подождать сходи проветрись лишним не будет одман знал о непростых отношениях ульвара с отцом и прекрасно понимал что воин волновался просто не показывал айшак не такая уж плохая компания она глянула в сторону проходящего мимо арельда который усердно пытался выковырить ногтем из зуба кусочек застрявшего мяса сравнение а мне можно пойти нет сынок мы условились посоревнем посоревнуешься идешь читать по договор дороже золотых монет да да я помню мальчишка понура поплелся домой и отман кинув на новобранцев предупреждающий взгляд пошел за сыном ран желала как можно скорее найти старую ведьму но осознавала что появляться на рынке в одиночку большой риск она боялась вновь столкнуться с карсоном да и после всех приключений свалившись на голову сложно было оставаться спокойной почему ты не рад приезду родных проживи ты с ними хоть бы день не задавала бы таких глупых вопросов всякий раз стоило кому-то из семьи вновь дать о себе знать ульвар становился нервным и раздражительным вздохнув вон посмотрел в сторону я просто не вписываюсь в картину которую кровью рисует отец лондвард мой брат будущий канунг прида моя сестра супруга знатного ярла ран незаметно нажала челюсти так принято даже бедные фрекен выходят по договоренности замуж и ели не знать что ж уж о благородных говорить а я так слабый щенок клеймо на роде орма грозного его голос мелькнула едва уловимая боль он тут же кашлянул прогоняя дрожь оказалось на удивление неприятно слушать такую пульваре шутки дело ясно они лишь потехи ради вот только ульвар не шутил возблизились с ульваром он с вами более открыт в общем у меня мало поводов для радости одна разве что сестру увижу в этом я пожалуй соглашусь ульвар недовольна на нее взглянул заиграл жвалками брось что ты волком на меня заришься не глупый же понимаешь сурекин у меня ничего не получится да я это понимаю так почему тогда в несколько мгновений молчал внимательно рассматривая затем вздохнул поглядел в сторону неважно забудь сестра единственный близкий тебе человек раздохнул ран видела что ему хотелось поговорить как и в первый визит фриды но он не решался не нужно об этом по крайней мере не сейчас скорый приезд отца и старшего брата будил желание убежать от себя от мысли от прошлого воин поспешил сменить а я не думал что состояние берсерка так опасно ага мне казалось ты нас голыми руками разорвешь сам не знаю почему так разозлился словно чьи-то голоса вопили в голове а я не мог сопротивляться а что видел ты девушка поюжилась не желая даже вспоминать ужасные слова которые кричала самой себе да так ничего ульвар понимающий кивнул думаешь справимся да у нас нет выбора давайте да ты здесь значит сомнением уже не должно быть места да наверное ты прав но ты конечно всех напугал как обычно особенно флока он сразу кинулся тебя спасать флок ну да потом часто к тебе ночами приходил я видел а вы ну эти как сказать рэн сразу смекнула о чем шла речь и спрятала смущенный взгляд конечно кому как не ульвару постоянно ловит нас по углам у меня же проблем мало но девушка и сама не знала кто они с флоком друзья вряд ли товарищи сомнительны она не понимала его а вот он и я и почему именно флок больше остальных за меня не испугался только лишь потому что мы проходили испытания вместе она в конец запуталась в собственных чувствах то ли злилась от этой мысли то ли грустила то ли смущалась вас флоком складываются непростые отношения мы просто напарники почти правда бульвар подозрительно прищурился но ничего не сказал проходя мимо лавки со сладкими лепешками девушка задержалась жадно вдыхая сладкий аромат желудок болезненно заурчал требуя угощения какие же они аппетитные если не спешишь можем поесть не зря же соревновались лепешек они же безумно дорогие дорогие ах ну да для сына канунга они явно ничего не стоят у вас наверное свиней таким кормят у нас даже свиньи такое не едят вот видишь шаг я очень хочу найти эту бабку поскорее ну и сладких лепешек тоже хочу за лепешку с медом готовы из дракона потягаться давайте только если ты платишь да впервые я плачу чтобы посмотреть как ты будешь есть своими грязными руками о да я их еще и облежу как тебя такое берсерков по обыкновению встретили не слишком тепло они подошли к торговке здраво будьте воины что могу предложить вам две сладкие лепешки пожалуйста торговка тоже завернула две не самые свежие на вид эй ты чего думала свежие давай уверяю вас все мои лепешки самые свежие а то не вижу ты фру меня за слепого принимаешь свежую от заветренной не отличу ладно тебе что ты скандал учиняешь из-за лепешек каких-то девушка посмотрела на него как на на голову покалеченного пульвар ты не понял это сладкие лепешки поэтому ишь ты свежак давай и я слежу за тобой под натиском молодого берсерка торговка спорить не стала пульвар за расплатился ран не отойдя от лавки пилась еще теплую мякоть зубами пачкой медом губы и щеки гарм и задрал твою мать да я вкуснее ничего не ел мне кажется ты так говоришь о любой идее пожал бы ты мою жизнь товарищи сели за небольшой стол жадно вгрыз ран жадно вцепилась в свое угощение набивая щеки быстро пережевывая глотая живя в одном бараке с мужчинами столько времени девушка переняла их привычку небрежно есть не боясь испачкаться так ощущала себя своей ей даже это нравилось чувство будто она принадлежала стае своя среди чужих однако были такие вроде львара еле спокойно не обмазывали жиром по локоть как харальд все таки не все мужики одинаковые неотесанные кабаны наверное раньше льва раздражала чавканье отсутствие манер диаре ел как сбежавший из голодных земель невольник но ныне же все еще не но ныне же все еще не нравилось нет и явно не доставлял удовольствие того как он липкими от меда пальцами держит лепешку от вида диара скорее хотелось помыть руки но теперь же это выглядело привычным и даже родным набивающие кислотностью рано вдруг вспомнила о любви товарища к чистоте облизав липкие губы она выпрямилась замедлилась вот только вся рожа уже в меду как не кстати перед глазами встало воспоминание полуобнаженной ульвар тогда перед походом в баню девушка закашлялась а юного воина это казалось лишь забавлял улыбнувшись он похлопал ее по спине да не торопись ты за тобой драугры не гонятся такие моменты ульвар забывал обо всем был только он и диар который почему-то с каждым днем становился все важнее и важнее он не понимал ту странную нежность которая расползалась в груди в присутствии дьяра она раздражала и пугал ульвар все чаще засматривался на его глаза льдинки на загрубевшие от тренировок руки и на губы злая усмешка омрачила лицо воина хорош сынок канунга вот ведь отец возгордится сын заглядывается на губы мужика он спешно помотал головой прогоняя на вождение ран с набитыми щеками спросила слэш его словно дикий кабан набросившиеся на желуди разве могло такое кому-то понравится заметив что лицо дьяра посмурнело он спохватился на бери плачь только и протянул оставшийся кусок их пальцы на миг соприкоснулись к ужасу ульвара его не отвратила даже их медовая липкость ну терпи живот сегодня собираюсь умереть от удовольствия девушка жадно накинулась на чужую лепешку без стыда и зазрения совести доедая ее за считанные мгновения ульвара очень нравится проводить с вами свободное время стану богатой и каждый день нам сагны брать лепешки буду раньше только об Элли думала а теперь вот сладости покупать хочу что-то в жизни явно меняется ульвара ты меня здесь подожди ладно вон прищурился не уверен что это безопасно учитывая как риана ты влипаешь в неприятности ульвара я сказал здесь подожди вздохнув сын канунга спорить не стал бесполезное занятие ну и правильно она глянулась в поисках ведьмы решила расспросить торговку о старухе поискать улавки я даже не знаю мы на торговку набрали поэтому поискать может улавки девушка нашла то место где старуха ее тогда окликнула пусто ни малейшего намека на то что там что-то когда-то было и кто-то был разве торговка не должна стоять на одном месте ран никого так и не нашла она присела на старый ящик борясь с поступающим разочарованием ее ведь никто кроме меня не видел как я ее найду что мне делать неужели бабка это мне привиделось привиделось или не привиделось какая разница если я здесь рано испуганно подскочила едва не вскрикнув ведьма стояла позади хель превеликая вас что ли из хельхейма выпустила как угадала только что оттуда старуха лающая рассмеялась и куда-то поковыляла опираясь на свою клюку девушка удивленно смотрела и след куда вы я хочу с вами поговорить как куда домой девка ты глупая за мной следуй или хочешь при всех толковать ран неуверенно оглянулась на рыночную площадь пульвар оставался ждать ее не стоило его вот так бросать но вдруг старуха мне что-то подскажет я устала жить в неведении столько зло включений на мою задницу да и состояние берсерк оказывается очень опасно подскажет ли она что делать вдруг я умру если достигну третьей ступени значит драконом не завладею и толку от моих мучений денег тогда точно не вдать бабка ой в смысле бабушка ведьма подождите но резвая старуха и не думал останавливаться девушка неуверенно замерла перед дверью чего глыбы льда застыл это проходи ран аккуратно переступила порог время и съела некогда светлое жилище но она все еще выглядела уютным и просторным для начала исполнишь мою просьбу а после я исполню твою какую просьбу я уже старая женщина и у меня нет сил вести хозяйство как должно помоги бедной больной старушке не шибко ты была похожа на больную когда неслась домой чем-то подвох давайте хорошо выберем кей но разве это все что вы попросите неравноценный обмен уборка взамен ответы старуха задумчиво почесал подбородок твоя правда еще приготовишь мне ужин хочешь знать правду значит делать что велено и не мешай мне отдыхать старуха прошаркала кресло и завалилась в него урыв ноги шкурой укрыв ноги шкурой сумасшедшая бабка да замахнулась клюкой я посмотрю на тебя в моем возрасте или она что мысли читать умеет только бы не вспомнить какой-нибудь позорный момент как ротом я чуть не сожрала ничего другого не оставалось пришлось взять тряпку и приняться за уборку старуха внимательно следила за ней девушка натирала грязные полы столы и тумбы но грязь как будто не кончалась сглатывая нетерпение желание все бросить и вытрясти из ведьмы ответы ран молча выполняла поручение злеешься а дело своего не бросаешь старуха что-то пробормотала себе под нос смахнула пальцами и пыль перестала появляться там где проходила стряпка колдует старая интерес и удивление перекосили лицо девушки хотя чему поражаться сама на драконе летала да с драугром дралась старуха рассмеялась проверяет меня хорошо что терпение охватило ран нарезала овощи закинула в котелок булька над очагом готовился суп свою часть уговора ты выполнила настала моя очередь садись миленькая ну наконец-то старуха достала черный мешочек и шкатулки и села за стол подозвав девушку на рашиде скатерти тлел сверток полыни лежали минералы ран нетерпеливо опустилась напротив и потянула пальцы к блестящему вантерину старуха ударила ее по руке эй за что ты вещички то мои не трожь я то знаю твои ручки черные воровские ну может хочешь узнать что-то уру или сразу перейдем к твоим вопросам черный мешочек и грива блеснул в руках ведьмы так мне никогда ни на рунах не гадали погадать ведьма загадочно ухмыльнулась и достала деревянные плашки с выжженным футараком футарк скандинавский рунический алфавит но помни руны создания прихотливые они могут тебе и солгать и утаить честь правды подумай хорошо прежде чем спросить вы можете узнать ответ лишь на два вопроса что случилось с диаром семья ли в порядке мне в жизни кто-то особенно готов меня ждет в ближайшем будущем вообще по идее самое наверное важное это что случилось с диаром и последнее что ждет меня ближайшем будущем давайте про диаром знаю он умер несколько лет назад но тот час словно вырвали из моей памяти не понимая что же тогда произошло диар и хакон начали драться за меня потом провал тьма старуха нахмурилась глядя на выпавшие руны беркана и эваз подняла взгляд на вопрошавшую провал и все ран нахмурилась пытаясь зацепиться за что-нибудь ничего как он умер страшно умер больно умер на твоих руках на моих но почему же я тогда ничего не помню старуха не ответила что ждет меня в ближайшем будущем мне постоянно страшно я хочу быть готовой старуха дала и вытащить руны замормотала под нос гибу а ты миленькая скоро умрешь лично хипкий страх подтянул сердце ко мне вниз что не бойся смерть даже более естественно чем жизнь лишь через смерть ты можешь познать себя и открыть двери души что были для тебя закрыты смерть не стоит бояться моя миленькая бойся жизни живого предают мертвого нет это просто бред бред старой ведьмы сердце стучало в ушах даже думать об этом не хотелось мы узнали свое скорое будущее что еще хочешь знать старуха многое может нужно скорее дело приступить что такое состояние берсерка ведьма смотрела на нее долго тяжело вижу глаза твои уже познали огонь берсерков она коснулась щеки девушки та чего-то не хотела отпрянуть что ты чувствовала расскажи я чувствовала себя очень сильной никогда такого не испытывала быстрая ловкая но страшная я словно сама себя испугалась мыслей они были такими злыми яростными на что злилась на себя на слабость будто заснула и попала в кошмар а что если не заснула что если ты очнулась а та что пробуждается внутри когда отдаешь огню так отдаешься огню и есть настоящая ты сильная ловкая смелая что тогда я я не знаю эта мысль сбивала с толку ран не знала как поступиться к ней состояние в которое ты входишь опасно оно вызывает к силе которые есть в каждом из нас люди учатся этому годами а мой шрам связан с этим ведьма вытянула руку вынуждая девушку вложить в нее ладонь костлявые пальцы отодвинули рукав шрам переливался мерцающим голубым светом хорошо что пришло сейчас старуха прижала ладонь к метке забормотала себе под нос что-то зашевелилось под кожей а затем свет пропал очень сильный защитный символ он скрывает от нет нет другов кому могло понадобиться наносить мне его прямо на кожу выжигать тому кто дал тебе этот амулет она коснулась подвески пальцами ты очень сильная девочка и именно твоя внутренняя сила поможет овладеть состоянием берсерка авось станешь хорошей воительницей у кого ты видела мой амулет у одной вельбы из рода ванов она была очень могущественной как ее имя хейт она хейт так ее кликал один это же имя назвал и одмонд и где она теперь пропала много лет тому назад где-то в снегах скорее всего ее беляс прямо как в моем сне значит это все-таки было наяву таких совпадений не бывает не снимает этот амулет он защищает тебя но я снимала его раньше когда мылась и все такое старуха закатила глаза никому не отдавая ни за что но состояние берсерка тебе поможет если научишься совладать с мыслями голове у тебя полный хаос похлеще гинун гагапа первичный хаос скандинавской мифологии как мне помочь себе как привести мысли в порядок найди укромное место где никто не потревожит и учись оставаясь одной быть одной о чем ты столько от себя не сколько от себя не беги тебе всегда крадется следом и словно монстр готовится напасть поджидая когда войдешь в состояние берсерка поняла глупая да наверное поняла старуха была права мысли гадким склизким комом умножились голове но никак не получалось их разобрать стоило хотя бы уложить по полочкам ранжала виски а мои видения что они значат внезапно раздался настойчивый громкий стук старуха испуганно оглянулась вставай немедленно ведьма подтолкнула ее как ну и шик лезь кто это как мне найти тебя я сама тебя найду меня зовут Эдис я я знаю как тебя зовут а теперь беги глупая она чуялась что-то угрожало ей Эдис колени задрожали девушка послушно пролезла через окно и рванула прочь со всех ног уж с меня опасности хватит раны ульфар вернувшись в деревню разошлись он предпочел отвлечься тренировками она же последовала совету одмонта и ведьмы и поспешил уединиться девушка встала на колени в снег приложила ладони к ледяному рыническому камню будто пыталась нащупать ответы голова пылала от мыслей о состоянии берсерка опасности и диссы и хейт о собственной силе одмонт сказал лучше думаю успокоить нужно погрузиться в себя вдохнуло колючий воздух выдохнуло пар мысли отвлекали она пыталась ровно дышать успокоить разум так много всего навалилось сойти с ума недолго ран неотрывно прижимался к покрытому иньему камню снежинки пропорошили плечи но она не двигалась пока не стихли бесконечные вопросы научу управлять собой в состоянии берсерка стану сильной и служба будет мне по зубам захрустел снег прерывая едва воцарившуюся тишину ей даже не нужно было оборачиваться привычные мурашки на затылке сразу выдали взгляд изумрудный глаз флок присял на корточке взглянув через ее плечо на рунический камень что касса называешь нет думаю правильно ассы обычно глухи к мольбам подношениям и ритуалам его голос сквозила неприязнь рана оторвала окоченевшие руки от камня и посмотрела на товарища ты спас меня а я даже не поблагодарил кажется спасать тебя становится моим маленьким досугом флок положил ладонь на девичью спину и даже через ткань одежды она почувствовала его тепло как и всегда там где он прикасался кожа приятно горела я принес для тебя кое-что флок достал маленький букет сухой лаванды ран удивил уставилась на него так словно никогда в жизни не видела цветов это мне я ведь не фрекин какая чтобы мне цветы дарили и все же вопреки словам было приятно ее первые цветы и от кого от флока ну конечно она же проговорилась я просто рад что ты выздоровел лаванда говорят от всякого зла защищает но к себе так и липнет держи рядом или положи под подстилку ран неловко взяла букетик в руки и жала смущение благодарность непонимание спасибо они засмотрелись друг на друга один проникая в самые потаенные недри ее души другая отчаянно пытаясь выдержать пытливый изумрудный взгляд это ведь флок наглый лис который сам себе на уме который из раза в раз протягивает мне руку помощи как будто прочитав чужие мысли флок ухмыльнулся слушай может мне не берсерком стать а твоим защитником а хотя ты сам прекрасно справился не найдя мы тебя раньше и до деревни бы добрался без помощи о чем ты я думал что проживаю там в свои последние мгновения флок слушай казалось обычного спасибо будет слишком мало но обняла его она подалась вперед и обняла мужчину поперек талии улыбка вдруг сошла с его лица на миг флок замер не зная куда деть руки немного подумав положил ей на спину и грубо прижал к себе мне так надоело оказываться на грани Мидгарда и Вальхалы то драконы то драугры то пурга сколько еще раз я подойду к этому обрыву но знаешь что странно они стояли на коленях они стоя на коленях посмотрели друг другу в глаза непривычные насмешки неиздевки не было на лице воина лишь сосредо сосредо лишь сосредоточенность внимание ты всегда оказываешься рядом чтобы вытащить меня из этих передряг как будто чувствуешь так много раз казалось что ты оттолкнешь меня подставишь дашь упасть или умереть но каждый раз я ошибался поэтому хочу сказать спасибо за что за то что ты лучше чем я тебе думал лук молчал ему хотел сказать ты ошибаешься дьяр но отчего ты язык прирос к небу словно все его существо противилось правде не желала чтобы дьяр знал лук задумавшись положил пальцы на ее щеку с еще не сошедшим синяком девушка вздрогнула может быть мне хочется верить в то что я делаю что-то правильное она словно завороженная разглядывала зеленые манящие глаза лицо войны оказалось в опасной близости кожу обожгло горячее дыхание лишь одно короткое движение их губы могли бы встретиться лук чувствует что его тянет к вам но мужчина резко отстранился разомкнув объятия лук поднялся зашел за спину попытай судьбу викингов с новыми знаниями сможешь стать лучшим бойцом что многие заканчивают как твой старший брат так и не исполнив мечту стать берсерком что-то зацепило ее в словах товарища но тот не позволил развить мысль тут же продолжив ты ведь не хочешь подобной участи лучше уходи сегодня ты сошел с ума хочешь чтобы я все бросил лучше поторопись до приезда канунга да почему он выгоняет меня ночью я иду в дозор не замечу если решишь умыкнуть флок объясни я слышал многие не хотят чтобы ты попал на драконь остров и поверь ты не попадешь не понимая почему его вообще волнует останусь ли я служить берсерком я ведь не мешаюсь с карты мы давно все решили так с чего бы ран вдруг вздрогнуло словно от удара откуда он знает о мечте Диара стать берсерком никто кроме них с братом не знал об этой маленькой тайне рано резко обернулась что ты сказала но не увидела ничего кроме темнеющего за спиной лиса моем брате снег медленно укрывал землю белым нетронутым полотном камни увела единственная дорожка исчезающих следов оставленных ею флок девушка схватилась за голову сжав пальцами волосы да что со мной происходит эйнар потерял счет времени прошел день год или же целая вечность глаза пылали сквозь повязку руны на теле сверкали он искал ее годы тренировок не в хельме не прошли даром каждый день в заточении он входил в состояние дракона готовясь к мигу встречи с ненавистной ведьмой и вот наконец наш выполнить ведущую к цели спустя долгие годы она вошла в состояние дракона мир перед глазами обретал смутные очертания и нар взирал на него сквозь толстую повязку без которой все девять измерений давно ему опротивили он увидел ее девушка сидела перед руническим камнем устало сгорбившись спряталась в мидгарде но что-то казалось неправильным столь знакомая энергия будто была чужой воин подошел ближе пытаясь разглядеть через повязку молчаливую фигуру прикоснуться его тело было далеко другом мире за стенами асгарда но разум что гораздо сильнее плоти находился рядом с ней он прикоснулся к ее волосам но пальцы прошли сквозь лишь легкий ветер встрепенул чужие локоны рука скользнула выше гли к длины белостежной шеи ран вдруг ощутило касание холода и резко обернулась кто здесь она была совершена одна но чувствую будто за ней наблюдают не пропадала ведьма смотрела прямо на него прожигая искристо голубыми глазами знакомыми даже кучей ненависти это она вы чувствуете рядом что-то присутствие ночью ран скачала с земли и поспешила прочь жуткое ощущение словно за спиной кто-то стоял подгонял беги пока можешь скоро мы с тобой встретимся и я заберу твою жизнь с собой как вам конец истории первое то что в будущем тебя ждет то что ты умрешь я приду за тобой мне кажется может даже как-то помочь наоборот может нам надо как-то переродиться или что-то такое будет в общем интересненько интересненько следующее обновление нас ждет финал получается первого сезона так что ждем ждем кого выбрали себе ветку основную я до сих пор не могу определить всем спасибо кто досмотрел до данного момента я напоминаю про то что у меня есть телеграм так что кому интересно подписывайтесь даже не забывайте лайкнуть это видео подписаться на канал но я говорю вам до скорых встреч до новых серий